34 года назад фатеева оставила внука в детдоме как сложилась судьба мальчика как он выглядит и живет сейчас наталья фатеева известна зрителям по фильмам 3 плюс 2 песни море розыгрыш личная жизни артистки протекала довольно бурно отношения с детьми складывались непросто сейчас наталья фатеевой 86 лет советской элизабет тейлор так называли наталью фатееву зрители завораживающий взгляд и сексуальный томный голос в середине 2010 актрисе поставили диагноз артроз в израиле фатеевой сделали операцию по замене суставов однако один из суставов не прижился артистке вновь пришлось ложиться на операционный стол позже она периодически проходила лечение в подмосковных санаториях 85-летие в декабре 2019 года она встречала дома потому что не могла выйти на улицу по квартире передвигалась на костылях трижды была замужем первый муж актер леонид тарабаринов леонид тарабаринов которого зрители впоследствии узнали по фильму поэма о море долго ухаживал за однокурсницей добиваясь ее расположения влюбленные поженились и поселились в квартире фатеевой с ее мамой но студенческий брак продлился недолго наташиной маме не понравился выбор дочери фатеева была заводилой очень нравилось парням вроде бы появился кто-то у нее после развода лёня долго ходил холостым а наталья фатеева уехала в москву бросив вуз на съемках фильма случай на шахте 8 артистка познакомилась с режиссером владимиром басовым вскоре после окончания работы над картиной постановщик развелся с розой макогоновой и женился на своей новой музе у супругов родился сын вова но и это не удержало их от развода фатеева уверяла что обожала драматурга но терпеть его пьянство и беспочвенную ревность устала очень долго не решалась расстаться с басовым он душу мою привязал к себе так меня мучил в последнее время не додавала актриса и после развода не успокоился бегал по киностудии хлопотал чтобы меня больше не снимали и при этом сына своего не видел целых 10 лет хотя мы жили на одной улице брак распался просуществовав всего три года на съемках фильма 3 плюс 2 у фатеевой был роман с андреем мироновым коллеги наблюдали как артист укрывал возлюбленную от солнца мыл ее испачкавшиеся туфли осыпал комплиментами но матери андрея александровича фатеева категорически не нравилось поэтому свадьба так и не состоялась он был вполне взрослым но еще не уверенным в себе такой маменькин сынок поэтому я и не захотела выйти за него замуж однажды увидев артистку на вечеринке космонавт борис егоров начал ежедневно присылать ей цветы приезжать на съемки тогда герой советского союза был женат но вскоре развелся и уговорил наталью фатееву выйти за него замуж в 1969 актриса подарила избраннику дочь наташу однако борис сомневался в отсутствие недоброжелатели сообщили ему о романе супруги с коллегой из румынии брак рухнул а егоров впоследствии закрутил роман с натальей кустинской егоров просто оказался недостаточно умным человеком он даже дочерью своей не интересовался наташа впервые увидела своего отца в гробу мы расстались когда ей не было и двух лет и за все это время он ни разу не появился платил алименты ровно столько сколько полагалось и кроме этого ни разу ничего не дал ребенку вспоминала актриса наталья фатеева басов все деньги которые зарабатывал пропивал егоров не так уж много приносил потому что отдавал деньги предыдущей семье платила алименты содержал машину третий муж был архитектором вообще нищий все они жили в такой стране в которой мужчины не могли содержать семью они даже себя не могли содержать все держалась на женщинах они выкручивались хорошо что я вовремя избавлялась от своих супругов я и жить то начинала когда с ними разводилась самый большой праздник был когда они уезжали в командировку думала какое счастье хоть отдохнул говорила фатеева о своих мужьях отношения актрисы с детьми не ладились по одной простой причине во главу угла она всегда ставила карьеру они семью сын владимир прожил со звездными родителями недолго басов и фатеева отправили его к бабушке и дедушке в харьков спустя годы наследник вспоминал что страдал от разлуки с близкими только первое время николай демьянович и екатерина васильевна фатеевы заменили ему маму с папой и окружили заботой у меня было замечательное детство я никогда не чувствовал себя обделенным хотя маму видел урывками она приезжала в харьков на день-два и тут же исчезала на полгода делился владимир басов младший когда фатеева вышла замуж за бориса егорова то увезла сына из харькова и определила в интернат всех детей забирали на выходные домой а вот вове такое счастье выпадало редко чаще его посещали папа и тетя чем мама поглощенная работой и новыми отношениями на глазах басова младшего происходил скандальный развод родительницы с космонавтом после которого она еле отсудила себе 5 комнатную квартиру в столице дочь артистки наташи тогда была совсем маленькой когда я уже был жена вспоминал сын фатеевой мать призналась моей жене наташу я люблю больше чем володю если честно он был нежеланным ребенком жена еле сдержалась чтобы не высказать свекрови все что о ней думает однако слова актрисы о любви к дочери частенько расходились с делом так звезда картины 3 плюс 2 отправляла пятилетнюю наташу на все лето с детским садом на дачу и не навещала ее даже в родительский день проверить как там сестра ездил владимир лишь заодно басов младший благодарил мать он часто оказывался в окружении талантливых актеров и режиссеров сам с подросткового возраста начал сниматься дебютировав картине москва кассиопея а затем пополнил фильмографию лентами кобра бездна ключи много лет владимир не общался с отцом но сблизился с ним когда уже вырос и женился а вот с родительницей все складывалось намного хуже терпеть соседство с сыном и невесткой она не хотела и вскоре выгнала молодоженов из квартиры на размен актриса категорически не соглашалась вместе с дочкой наташей фатеева однажды отправилась на отдых в дом творчества кинематографистов девочки на тот момент было 16 лет она училась в девятом классе там наташа познакомилась с сыном оператора парнем по имени максим который учился в институте молодой человек был на три года старше дочери фатеевой между ними закрутился роман так получилось что наташа забеременела правда раскрылась гораздо позже когда наташа с мамой уже вернулась с отдыха домой прошло немало времени фатеева стала замечать что дочь стремительно полнеет узнав что школьница находится в интересном положении артистка приняла решение избавляться от внука аборт было поздно делать поэтому фатеева вынудила свою несовершеннолетнюю дочь написать отказную от ребенка прямо в роддоме когда фатеева вернулась с дочкой из роддома знакомые стали спрашивать где ребенок актриса отмахнулась мол якобы у него есть некоторые проблемы со здоровьем поэтому на время он остался в медучреждении только позже артистка призналась что сдала его в дом малютки старший сын фатеевой владимир решил разыскать отца ребенка оказалось что максима забрали в армию его родители узнав о появлении на свет родного внука поспешили забрать его из дома малютки малыш кстати действительно родился слабенький но они его выходили поставили на ноги и усыновили когда из армии вернулся максим и узнал о том что стал отцом он поспешил разыскать наташу чтобы сделать ей предложение руки и сердце однако ее мать фатеева категорически запретила им общаться и поддерживать отношения к слову сказать дочь наталья впоследствии вышла замуж но детьми так больше и не обзавелась и ее сын же не так и остался жить с отцом бабушкой и дедушкой максим кстати стал известным кинооператором а после хозяином собственной кинематографической студии евгений коробцов до 25 лет не знал тайны своего рождения родного отца максима он считал своим братом сейчас евгению 34 года он работает оператором и фотографом имеет два высших образования в личной жизни у внука фатеевой полный порядок он женат и воспитывает двух сыновей с мамой и бабушкой по материнской линии евгений общаться не желает просто не может простить такого предательства подпишись на канал жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя